Адлерский район вот уже несколько лет является показательным. Большинство крупных, в том числе и международных мероприятий, проходит в Амеретинской низменности и на Красной Поляне. Естественно, что внимание властей приковано к этой территории. В нынешнем году ожидается огромный наплыв болельщиков и участников Чемпионата мира по футболу. Гости футбола будут в обязательном порядке не только смотреть футбол, но обязательно пойдут по нашему городу, в частности по Адлерскому району и должны любоваться красотами города. И, конечно, дело чести каждого горожанина привести в порядок свой объект, свой дом. Но не все так могут. Вот каким образом администрация района будет планировать эту работу, выполнять ее и какую помощь окажут нашим жителям, если она понадобится. Вновидение порядка, то есть приведение к единому архитурному облику. Нами сейчас обследовано 840 домовладений, 620 где-то приблизительно из них соответствует облику и где-то 220 домов, где необходимо провести еще ремонтные работы. То есть это покраска крыш, это заборы, это дворы. Особое внимание уделяется не только жилому сектору, но и объектам торговли и сферы услуг. Здесь также необходимо обновление фасадов и озеленение территории вокруг. В этом году уже было снесено 14 нелегальных объектов торговли, на их месте обустраивают прогулочные зоны. В этом году уже необходимо обновление. Это улица Владимирская, Анатолий Николаевич, это очень серьезная наболевшая рана на нашем теле практически. Значит, там было выделено 38 миллионов рублей, по-моему, за счет краевого бюджета. Определена подрядная организация. Сейчас работы уже начаты в этом направлении. Они вот на сегодняшнее утро, каждое утро мне докладывают по этой ситуации, уже 8 свай забиты. Речь идет о селе Черешне. Там случился в феврале серьезный оползень. Движение на личном транспорте организовали через объездные пути. Автобусы же следуют по обычному маршруту с остановкой перед оползневым участком. А через несколько десятков метров после него селян уже ждет другой автобус, готовый вести их дальше. Но сейчас восстановительные работы уже идут полным ходом. Строители обещают справиться с проблемой в течение полутора-двух месяцев. Также в селах Адлевского района на 20 улицах будет проведен ремонт и установка наружного освещения. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.